Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Gameplan. Меня зовут Юрий Аксёнов, и я сегодняшнего утра ждал, наверное, как никакого. А почему вы спросите? Да потому что вчера вечером выложили геймплей на ролик игры Racing Masters от Codemasters и NetEasy. Я этого очень долго ждал, чтобы узнать и, так сказать, понять, оправдались ли мои ожидания и предсказания или нет. В одном из своих новостных роликов я вам рассказывал об анонсе этой гоночной аркады, и я там предположил, что есть два пути переосмысления. Это хорошее переосмысление, такое, как делает, например, Apple в своих гаджетах, и есть плохое переосмысление, когда, соответственно, гонки превращают просто в какие-то кликеры. И всё-таки Codemasters не подвели нас и своих фанатов, и, соответственно, порадовали довольно качественным геймплеем. Давайте сейчас обо всём подробнее поговорим, и я вам расскажу, почему я так считаю. Вообще, вчера, когда я впервые увидел этот геймплейный ролик игры Racing Masters, я подумал, это что Underground на мобилы, и, возможно, это действительно так, потому что визуально очень похоже. Потому что, во-первых, ночь, а во-вторых, мы будем гонять по различным городским, так сказать, улицам. Но пока что сравнивать с Underground Racing Masters не приходится, потому что, возможно, это совершенно другая гонка, и это всего лишь схожесть, так сказать, жанров. Возможно, будут и днём какие-то у нас заезды, а, возможно, мы будем гонять только по ночным улицам. Пока что этого неизвестно, поэтому не будем фантазировать. Давайте быстренько ещё поговорим о всех моментах, какие я хочу подметить в этой игре. Самое, наверное, главное, это касается управления. Как мы можем видеть, у нас присутствует педаль газа, педаль тормоза, ручник и кнопочки поворота. То есть управление максимально, какое возможно, в игре присутствует. Это не однокнопочная аркада, где вам необходимо будет нажимать на одну кнопку или просто свайпать влево-вправо. Это полноценная гонка, где от вас потребуется скилл и умение. Это, конечно же, меня радует. Конечно, скорее всего, в настройках можно будет включить автогаз, но сам факт того, что можно и на ручном газе ехать, это многого стоит. И вот, наверное, не все заметили, а я вот хочу это отдельно подметить. Если обратить внимание на педаль газа, то сверху и снизу у нас имеется минус и плюс. И также есть шкала нажатия. То есть мы можем регулировать степень нажатия педали газа. То есть мы можем чуть-чуть, например, добавить газку, а можем вдавить педаль в пол. Это, на мой взгляд, круто, и этого действительно не хватало в мобильных гонках. И теперь все это будет присутствовать. А также я хочу отметить неплохую детализацию, так сказать, игровых трасс и то, как они созданы. Всего в данный момент нам заявлено присутствие пяти локаций. Возможно, будет больше, но пока что разработчики нам говорят только о пяти. И первые две мы уже видели в этом геймплейном ролике. Это Токио и Чикаго. Помимо этого нам предстоит поучаствовать в заездах в Сан-Франциско, в китайском Баюне и еще на какой-то локации, которая называется Гавань. Пока непонятно, что это за гавань, в какой стороне она находится, но, в принципе, наверное, это не так важно. Что еще хочется, наверное, сказать об этой игре? Я ее теперь очень сильно жду, потому что хочется уже самому попробовать в нее поиграть и, так сказать, сделать полноценные выводы о том, как здесь реализован геймплей. Насколько круто реализована физика поведения автомобиля, а также сам геймплей и вот это вот чувство, так сказать, соперничества, когда ты едешь, обгоняешь своего оппонента, или когда он пытается обогнать тебя, а ты его подрезаешь. В общем, эти чувства, наверное, не передать словами. Это очень важно в гонках и очень интересно, как же здесь это будет реализовано. А дальше, что хочется сказать, разработчики заявили в, так сказать, описании к этому геймплейному ролику, что это видео одиночного режима игры. Раз они так написали, то, разумеется, будет и многопользовательский режим игры. Об этом, думаю, наверное, догадается абсолютно любой. Ну, естественно, что касается игровых режимов, так как есть ручник, то, скорее всего, будет и дрифт. Ну, в принципе, наверное, все классические гоночные игровые режимы в этой игре будут присутствовать, и это, наверное, тоже довольно легко догадаться. В общем, я очень-очень теперь сильно жду начала бета-тестирования игры. Я надеюсь, что у меня получится попасть на него, чтобы одним из первых попробовать и поделиться мнением с вами. Конечно, если не получится у меня стать бета-тестером, то об этой игре мы узнаем вместе с вами, соответственно, когда уже будет либо открытое бета-тестирование, либо же официальный запуск игры. Но, тем не менее, в любом случае подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых подробностей об этой игре, а также вступайте в телеграм-канал, где обо всем этом вы также сможете узнать, возможно, немножечко раньше, и также обсудить это со мной и с другими подписчиками. В общем, дерзайте, и я очень-очень жду релиза Racing Masters. Всем большое спасибо, кто посмотрел этот ролик. Я надеюсь на вашу поддержку в виде лайков, комментариев и подписок. И до новых встреч!